Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Архи С24. Доброе утро! И рубрику завтрака в городе Че. С вами я, Олеся Стародуб. И сегодня я научу вас готовить снова яичницу, но снова совершенно необычным способом. Сегодня мы приготовим яичницу в армянском лаваше. Это будет яичница с сыром, с базиликом, с грибами. Я думаю, что вам понравится такой способ приготовления. Для начала я подготовлю сковородочку. Поставлю не на самый большой разогрев. Добавлю чуть-чуть оливкового масла. Совсем капельку. Вот он, обычный армянский лаваш. Что мы делаем? Мы вырезаем два красивых, ровных, постараемся, по крайней мере, круга. Если у вас есть вот такая штука специальная, вам будет намного проще справиться с этим шагом, с этим заданием. Это можно сделать обычным ножом. Аккуратненько вырезаем круги. Вот так. Так. Можно уже вот все эти обрезочки пока убрать в сторону. Из них можно приготовить вкусные чипсы, добавив небольшое количество специй и запечь в духовке. Так, ну что, вот они. Наши замечательные формы коржи для нашей яичницы. Выкладываю первую на сковородочку. Вот, постараюсь хорошенечко смазать сковородку. Теперь на этот круг я выкладываю сыр. Его, кстати, тоже не мешало бы натереть. Так. Можно даже на крупной терке. На это количество лаваша мы будем использовать грамм сто сыра. Это будет более чем достаточно. Ну и так как мы готовим яичницу, естественно, мы сейчас отправим туда 4 куриных яйца. Так. Сыр готов. Ну что, начинаем готовить яичницу. Ту самую яичницу, о которой шла речь в самом начале. Вот так мы поступаем. До того, как отправляем сыр. Сюда же мне хотелось бы добавить грибочек. Такой вот небольшой шампиньон. Можно использовать уже резанные шампиньоны, которые продаются в консервированном виде. В баночках вполне подойдут. Вот так. Немного все-таки необходимо подсолить. Сейчас мы это сделаем. Можно добавить чеснок. Сегодня не буду добавлять чеснок. Сегодня я добавлю базилик. Вы можете отправить туда же свежую зелень. Такую, как укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук. Тоже будет очень классно. Ну, у нас вот такой вариант. Больше, наверное, зимний. Но я думаю, что тоже будет неплохо. Немного соли. И, кстати, именно в этот вариант было бы неплохо добавить вяленые томаты. Если у вас стоят в холодильнике, то не бойтесь экспериментировать. Отправляем сырочек. Не весь. Половину. Вот так. Выкладываем второй лист. Чуть-чуть я сбрызну оливковым маслом. Вот так. И выкладываю оставшийся сыр сверху. Это такой настоящий торт с яичницей или пирог, я не знаю. Но абсолютно точно, я уверена, что это вкусно. Я думаю, что если вы сегодня приготовите, то вы со мной согласитесь. Все. Мы накрываем крышечкой, ставим на минимальный огонь. Ждем 3-4 минуты и достаем. Ну что, дорогие друзья, прошло минут 6, наверное. Мы переворачивали эту замечательную яичницу. Также присыпали сверху сыром. Сыр у нас внутри, снизу и сверху. Пришло время доставать, выкладывать на тарелочку. Постараемся это сделать очень аккуратно. Как-то так. Украшу небольшим количеством базилика, который также находится внутри. Все, блюдо можно считать готовым. Дорогие друзья, я предлагаю вам отправиться на кухню, попробовать приготовить. Порадовать себя и своих близких. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня.